В эфире программа «День города» в студии Наталья Новик вам. Здравствуйте! Сегодня вы увидите... То яма, то канава. Активисты Дорожной инспекции ОНФ посетили Рязань. До победы 14 дней. Акции про сдачу георгиевских лента дан официальный старт по всей стране. Просто космос. Рязанцы посетили вселенную ночью в библиотеке. Активисты федерального проекта Дорожной инспекции ОНФ посетили Рязань. Целью приезда экспертов стала проверка состояния дорожного покрытия на объектах, которые на карте убитых дорог заняли лидирующие позиции. В своеобразный антирейтинг попали улица Большая, Кубишевское шоссе и улица Вокзальная. Однако рейд по рязанским дорогам показал активистам, что проблем с асфальтовым покрытием гораздо больше, чем показано на карте. В субботу, 22 апреля, эксперты ОНФ проехались по рязанским дорогам, чтобы оценить их состояние. Внимание активистов привлекло грубое нарушение на улице Циолковского. На остановке общественного транспорта они обнаружили заасфальтированный люк. По словам эксперта, халатность дорожников может сыграть с водителями злую шутку. Из-за того, что асфальт накладывался рабочими на металл, вокруг люка покрытие сильно разрушилось. Владимир Луканцов, начальник управления благоустройства города, заявил, что информация о дорожном нарушении уже поступала в администрацию города. По его словам, дорогу приведут в надлежащее состояние уже на следующей неделе. Наша задача сейчас привести это все в нормативное надлежащее состояние, разобраться с той организацией, которая выполняла работу, и, исходя из действующих правил благоустройства города, предъявить им соответствующие претензии для того, чтобы виновные лица были находлены. Следующей остановкой активистов ОНФ стала Куйбышевское шоссе. Лидер по числу обращений. Из-за ремонтов теплотрассы асфальтовое покрытие постоянно разрушается. Заместитель главы администрации Ольга Свинцова заявила, что в этом году планируется вынос теплотрассы из-под дорожного покрытия и капитальный ремонт дороги. Сам проект «Карта убитых дорог» нацелен на то, чтобы ремонтировать асфальтовое покрытие в соответствии с желаниями обычных жителей. Любой человек может отметить точку на карте города и приложить фотографии. И чем больше жителей проголосуют за это место, тем больше шансов, что участок дороги отремонтируют. Чиновники все же уделяют внимание этому антирейтингу и стараются включать наиболее проблемные дороги с «Карта убитых дорог» уже в планы ремонта. Ну, хотя планы ремонта на 2017 год уже расписаны, все равно стараются все-таки этот график пододвигать и включать наиболее проблемные дороги, которые нужно ремонтировать, по мнению граждан. Проект «Карта убитых дорог» – это основной проект, с которым мы работаем, помимо обращения граждан, для составления планов и ямочного ремонта, и для составления планов капитального ремонта уличной дорожной сети. Ремонт дорожного покрытия планируется также на вокзальной улице и на дороге между Новоселками и Карцево. И пока активисты Дорожной инспекции ОНФ продолжают патрулировать улицы городов России, они призывают рязанцев активно проявлять гражданскую позицию и наносить на «Карты убитых дорог» появляющиеся нарушения. Акции по раздаче георгиевских лента – дан официальный старт по всей стране. До 9 мая каждый желающий сможет получить ленту оранжево-черного цвета. Символом, специально приуроченным ко Дню Победы, лента стала в 2005 году. Тогда было выпущено 800 тысяч оранжево-черных полосочек. А в 2007 году волонтеры раздали их уже более 10 миллионов. Конечно, главной цель акции – напомнить об истинном предназначении этой ленты. На площади Победы в Рязани прошел митинг, посвященный старту патриотической акции «Георгиевская ленточка». В нем приняли участие представители общественных объединений и организаций, студенты и школьники. Елена Буняшина, заместитель председателя правительства Рязанской области, поприветствовала всех присутствующих от лица Николая Любимова, временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области. Вы потомки великих победителей, именно победителей, тех, кто спас мир от войны. Я благодарю вас за то, что каждый из вас участник наших проектов патриотических и помогает ветеранам сегодня увидеть, что в хороших руках русская, российская земля. Сегодня на митинге также присутствовал и ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин. Он отметил, что «Георгиевская ленточка» – это настоящий символ мужества и патриотизма. Она напоминает о том, какой ценой советский народ одержал победу в самой страшной войне 20 века. «И именно вы сегодня являются проводниками и защитниками тех дней, которые мы прошли суровые годы войны. Дорогие ребята, мы воевали не ради славы, а ради жизни на земле. Вот наша победа – это вы стоите передо мной». Георгиевская ленточка состоит всего из двух цветов – оранжевого и черного. Черный обозначает дым, а оранжевый – пламя. Сама же лента символизирует личную доблесть солдата, проявленную в бою. Именно поэтому она стала элементом Ордена Славы Трех Степеней, учрежденного в годы Великой Отечественной войны. В этом году волонтеры будут раздавать ленты со 2 по 8 мая с 6 до 8 часов вечера. Получить ее можно будет на Бульваре Победы, а также на Театральной и на площадях Ленина и Победы. Уже сегодня волонтеры с удовольствием вручали их на митинги. «У меня внутри такое восторженное какое-то ощущение. И вообще 9 мая – это такой великий праздник, и я очень рада, что у меня так получилось, что я попала в организацию «Волонтеры Победы» и сегодня раздаю эти ленточки». «Конечно, нужны, потому что это история. Люди должны помнить свою историю, помнить подвиги, которые совершили их деды, наши деды. Вот, обязательно». «Патриотизм молодежи воспитывать, а то же забыли, как наши деды нас спасли». «Чтобы мы, наше следующее поколение, помнили Великую Отечественную войну, какой вклад мы несли в Великой Отечественной войне и передавали дальше». «Ну, во-первых, это память, это наша Родина, это наша сила». «Наш символ, это наша история, это то, что для нас действительно есть еще. Поэтому тут нет вопросов». «А у вас есть какие-то эмоции, когда вы держите ее в руках, когда вы получаете?» «Да, что-то так холодок, чуть-чуть по коже пробегает, вот смотришь, как поют детишки, но это вообще, это непредсказуемо, конечно, это тяжело». Акция создана для того, чтобы напомнить всем о подвиге нашего народа. Ведь нашу победу у нас не отнять. Уволился главный федеральный инспектор Паризанской области Владимир Сарафанов. На региональной странице сайта Центрального федерального округа указано, что новый инспектор не назначен. В приемной главного федерального инспектора Паризанской области подтвердили отставку Сарафанова, но с какого числа он ушел, с должностем затруднились ответить. На прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов наградил Сарафанова почетным знаком за заслуги перед Рязанской областью. Напомню, Владимир Сарафанов занимал должность главного федерального инспектора Паризанской области с марта 2013 года. До этого он работал в подразделениях МВД России, федеральных органах исполнительной власти, Государственной думе и Совете Федерации. Как всегда, выходные не обошлись без аварии. К счастью, никто не погиб, но посетить медицинские учреждения пострадавшим пришлось. В ДТП, произошедшем на Ряжском шоссе, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Инцидент произошел в воскресенье 23 апреля около 12 часов дня. Два легковых автомобиля Киа и Део столкнулись лоб в лоб. Жительница областного центра, управляя автомобилем Киа, на повороте дороги выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Део. Машиной управлял 35-летний мужчина. В результате с травмами госпитализировали женщину-водителя Киа и ее пассажиров. Женщину 57 и 34 лет, а также 13-летнюю девочку. Водитель Део и его 63-летняя пассажирка также обращались в больницу. В тот же день на улице Заводской проезд. А 24-летний нетрезвый рязанец на автомобиле «Шевроле», двигаясь со стороны улицы Михайловской шоссе в направлении центра города, не вошел в поворот и врезался в опору путепровода. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения. Водитель был доставлен на стационарный пост Дорожно-патрульной службы, где при освидетельствовании алкотестер показал 1,01 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Авария на Северной окружной дороге попала на видео. Запись с видеорегистратора опубликовал участник ДТП. Коммунальная машина напылила на Северной окружной. В результате три машины стали участниками ДТП. Прервемся ненадолго, а далее вы увидите. Просто космос. Рязанцы посетили вселенную ночью в библиотеке. Чисто там, где убирают. Рязанцы навели порядок у дома писательниц Хвощинских. 400 лошадиных сил гонщики со всей страны состязались на треке Атрона. Рязань – город чудесный. Жизнь в нем не обходится без курьезных, а порой и просто необычных событий. В минувшие выходные рязанки толкали внедорожник. Подростки залезли на 24 этаж, а в Рязанской области поселились пеликаны. Три рязанки толкали внедорожник на московском шоссе. Соответствующее видео опубликовали в группе «Дороги Рязани» в соцсети ВКонтакте. Девушки подтолкнули машину в сторону улицы Западная. Чтобы не испачкать руки, они подложили салфетки. Рязанские подростки залезли на 24 этаж жилого комплекса «Вертикаль» на московском шоссе и сняли видео. Молодые люди забрались на высотку по строительным лесам. А в Шиловском районе Рязанской области засняли пеликана. Во время съемки птица находилась на обочине дороги. Представители пернатых не остановило то, что обычные пеликаны обитают в тропических и субтропических областях. А самые северные виды живут на юге умеренной зоны – в дельте Волги и в северном Казахстане. Населяют пеликаны как внутренние пресные водоемы, так и побережье морей. В общем, раз уж такие теплолюбивые птицы посещают наши края, значит теплая весна точно не за горами. В субботу 22 апреля рязанцы убрались у дома писательниц Хвощинских. Их субботник приурочили к всероссийскому экологическому проекту «Зеленая Россия». Участники акции собрали целый грузовик мусора, а после уборки их ждал концерт. Утренние субботники, пришедшие со времен советской власти, укрепились в нашей стране. В прошедшие выходные школьники, обычные рязанцы, а также многие другие под классическую, военно-патриотическую и просто веселую музыку наводили порядок на территории разрушенного дома Хвощинских. Помимо того, что от здания в основном остались лишь сгоревшие бревна, с годами жители Рязани полностью завалили его мусором. Однако теперь неравнодушные активисты, получив поддержку власти региона, прикладывают все усилия, чтобы восстановить это здание. Здесь планируется организовать литературный центр, который в дальнейшем может стать одним из пунктов в образовательном туризме. Если к нам будут приезжать туристы, мы будем идти из музея Полонского, в музей ВДВ, в музей литературный Хвощинских, в краеведческий музей и наш Кремль. Готовая тропа. Фонд по спасению и сохранению объектов культурного наследия Рязанской области действует на протяжении года и был создан как раз на волне поддержки дома Хвощинских. За это время его организаторам удалось собрать необходимую сумму на составление проектной документации по восстановлению этого здания. Мы понимали сразу, когда только подходили к этому процессу народной реставрации, что это непросто. Конечно, у нас огромное количество проблем. И рассказать о доме Хвощинский, который многими был забыт. Дом связан с удивительными, уникальными рязанцами 19 века. И это и Хвощинский, и Салтыков-Щедрин, и Кошелев. И этот список можно продолжать очень долго. Это и Штейн-Лехнер, знаменитый рентгенолог, который обладал такой славой, что до сих пор эта слава до нас доходит, потому что он помог не одному поколению рязанцев. Такой субботник – это возможность оказать посильную помощь этому дому. Одновременно с уборкой здесь проходила и просветительская работа. Собравшиеся узнавали историю этого дома и тех людей, которые с ним связаны. Информирование рязанцев – одна из главных задач проекта. Мы решили выяснить, как те, кто не попал на этот субботник, реагируют на это здание. Знают ли что-то горожане об этом доме? Это сёстры известные, литературные вечера устраивали, сейчас не припомню точно фамилию. Это наши литераторы русские. Ксишинские. Ой, пардон, Ксишинские. Сёстры Хвачинские. Ну, созвучно. Стоит ли его восстанавливать? Есть ли в этом смысл? Я думаю, что нет. Ну, раньше надо было делать, а сейчас только деньги отмывать. Всё, у меня своё мнение. Конечно, надо восстанавливать. Верхцентр здесь. Самая красота. Я так ходила всё время, с той стороны ходила. И когда же не начнут делать? Когда же не начнут делать? Ну, наконец-то берутся. Пускай делают. Я не очень уверена, что там есть что восстанавливать. В свою очередь, стоит сказать, что разбор завалов на этом месте продолжится, а организаторы надеются сохранить хотя бы некоторую часть старинного здания в ходе реставрации. Например, крупные брёвна. И, вероятно, у них это получится, поскольку большое количество рязанцев уже включилось в проблему. Конечно, хочется, чтобы с ним уже что-то сделали, наконец. И мы надеемся, что то, что мы сейчас делаем, положит начало более серьёзным действиям. Также считает и преподаватель физической культуры школы номер 13. Учащиеся учреждения не только знакомы с историей Дома Хвощинских, но и тесно сотрудничают с Российским студенческим корпусом спасателей. Так что для них активная позиция скорее норма, чем исключение. Нам здесь сказали, что... Ну, у нас около 20 человек, да. И нам сказали, что даже много мы привели детей. Ну, мы считаем, что детей нужно привлекать к таким мероприятиям. Согласны? Нужно. Потому что если не дети, дети – наше будущее. А без прошлого не будет будущего. Итак, разговор о восстановлении здания, скорее всего, начнётся через полгода. Приблизительно такие сроки ставят организаторы на составление проектной документации. После этого уже станет понятно, какие средства придётся вложить для реконструкции Дома Хвощинских и создания на этом месте литературного центра. В минувшую пятницу в Рязанской библиотеке имени Горького прошла ночь в библиотеке, посвящённая теме космоса. Акцию приурочили сразу к двум знаменательным датам в истории развития космонавтики – к 160-летию со дня рождения Циолковского и 60-летию с момента запуска первого искусственного спутника Земли. Посетила мероприятие Ирина Ковалёва. Эта акция каждый год с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Библионочь – это не только возможность посетить библиотеку в достаточно поздние вечерние часы, но и вариант весёлого времяпрепровождения – интеллектуальные игры, викторины, квесты, различные конкурсы и тематические площадки. В минувшую пятницу акция «Ночь библиотеки» прошла в нашем городе уже восьмой раз и, как обычно, собрала тысячи посетителей. Мы проводим эту акцию, потому что она просто уже нам нравится, и просто нравятся уже жителям нашего города. Они уже знают, что каждый год в апреле они могут посетить, не только прийти в библиотеку, почитать или прийти на какое-то мероприятие, но ещё просто с семьёй отдохнуть, поиграть в интересные игры, что-то разгадать, что-то решить интеллектуальное, и получить за это местную денежку и потратить её с пользой в нашей лавке. В этом году это «Космо-маркет». Библиотека «Ты космос» – именно такое название носила «Библионочь» в этом году. И, как вы уже поняли, посвящена она была космической теме. Акцию приурочили сразу к двум знаменательным датам в истории развития космонавтики – к 160-летию со дня рождения Циолковского и 60-летию с момента запуска первого искусственного спутника Земли. Именно поэтому все площадки так или иначе были связаны с космосом. Так на первом этаже работал Центр подготовки космонавтов. Здесь можно было почувствовать себя космическим путешественником, попробовав съесть яблоко практически в состоянии невесомости, а также узнать массу интересных фактов о космосе. Вот здесь вопросы, на которые представлены книги. В этих книгах нужно найти ответы на вопросы. Правда, неплохо было бы ещё и запоминать ту информацию, которую удавалось узнать в процессе конкурсов и викторин. Какой вам вопрос достался? Кого называют в 20 веке? Дардон Бруно. Ну и какой ответ? Не знаю. Но мы нашли. Вот самое главное – не знать и ответить. Ну, вы нашли и запомнили? Да. Нет. Это не главное. Главное – конфетку получить. Не обошлись стороной Библионочи инопланетной цивилизации. Правда, сами они прилететь не смогли. Зато оставили послания, которые посетители должны были расшифровать с помощью специального алфавита. Ориентироваться в этих знаках немного сложно. Что уже успели перевести? Здравствуйте, друзья. А дальше мы слышали, у вас есть… А дальше проблемы? Нет. Самые маленькие могли воспользоваться космическими раскрасками, а деток постарше, да и взрослых, несомненно, заинтересовали роботы. Куда же без них в космосе? Путешествие по космическому пространству, начавшееся на первом этаже с Центра подготовки космонавтов, достигает своего апогея здесь. В импровизированном планетарии каждый может ощутить себя частью Вселенной, а самый настоящий телескоп, в объектив которого видны лунные кратеры, позволил каждому участнику Библионочи почувствовать себя настоящим астрономом. По словам астронома-любителей Юрия Гилева, который является автором этих чудесных космических фотографий, астрономия – это счастливая наука, которая не нуждается в украшении. То есть тот, кто вот это все видел, я уверен, в каждом человеке сидит тяга вот к этому прекрасному, и тот, кто увидел вот это очарование ночного неба, уже не забудет это никогда. А когда увидеть вот такие вот фотографии – это все реальные объекты, то, что существует на небе, то интерес просто неиссякаемый. Вот за этой красотой следует интерес к механике, схемотехнике, оптике и многим другим техническим дисциплинам, которые безуспешно изучаются в институтах. Такое количество сюрпризов порадовало посетителей, которые с удовольствием делились своими впечатлениями. Все понравилось, весело, не знаешь, куда деваться. Что делать? А что идет фаер-шоу, который будет после? Очень весело, занимательно. Я поучаствовал во многих конкурсах, все понравилось. Многое узнал за себя. Это еще один положительный момент подобных акций. Развлекаясь, посетители библионочек каждый год узнают что-то новое и, конечно, приобщаются к волшебному книжному миру. Не обошлись выходные и без спортивных мероприятий. Нешуточные баталии разгорались в течение двух дней на треке Атрона. Участники со всей страны состязались на первом этапе любительских гонок. На деле, конечно, оказалось, что любителям самые настоящие профессионалы. Пообщалась с почитателями высоких скоростей Анна Герцовская. Ваш автомобиль не умеет ездить назад? Он умеет ездить назад, просто очень дорогое сцепление. И не хочется его лишний раз подвергать нагрузкам. Оно ручительно только на трек и практически не рассчитано двигаться на таких малых скоростях. Поэтому вы подвергаете нагрузкам ребят и своей команды? Нет, им это просто в удовольствие. На автодроме Атрон собрались гонщики, автомобили которых выступили в восьми классах. Они боролись не за первое место в заезде, а за лучшее время. В первый день рязанская команда показала второй результат среди всех автомобилей, одновременно одержав победу в своем классе. Второй день для наших соотечественников не задался. Сначала были проблемы с электрикой. Машина заглохла, не хотелось заводиться. Мы это исправили. Потом он слегка ошибся, вылетел с трассы, пробил колесо. Потом я решил проверить, как работает коробка передач. Не закрыл капот. Капот открылся и разбил стекло. В общем, я надеюсь, что на этом лимит невезения мы исчерпали. Каждому пилоту выделяется пять заездов по семь кругов. Первые два-три круга они разогревают авто. На следующих борются за время. Если, конечно, не используют специальный подогрев для колес. Здесь 80 градусов. Ой, там так тепло. Там можно погреть. Мы можем здесь жить. За счет идет лучший показатель. Рекорд трассы поставил этот белый автомобиль. 51,8 секунды. Недавно машина была подготовлена и привезена из Латвии. А у вас на треке первый боевой будет. И как вам здесь? Очень круто. Не ожидал даже. На самом деле очень хорошо. И логистика, и сам трек, и люди принимают. В общем, пока только одни положительные эмоции. А вы знаете, что этот автодром лучший в России признан за прошлый год? Не сомневаюсь теперь уже. Другие этапы гонки по традиции пройдут в Смоленске, Москве, Нижнем Новгороде. Рязань эти соревнования приняла впервые. Мы впервые приехали на этот автодром. Было много разговоров, что он не подходит под данный формат соревнований. Многие относились к этому скептически. Но проведенные два дня показали, что автодром в Рязани – отличное инфраструктурное место, которое готово принимать соревнования тайм-атак в полном объеме. Даже такие быстрые автомобили, как данный Mitsubishi, класс Unlimited, способны здесь ехать. Участникам и пилотам очень нравится. Времена падают, на скорости растут. В самом мощном классе победу одержал этот автомобиль. По ходу пьесы команда производила доработки, чтобы улучшить время. В кольцевых гонках любое скольжение – это потеря времени. Поэтому здесь нужно ехать на грани с носа, но без него. Как у вас получается? Ну вот мы сейчас с этим боремся. Вот регулятор стоит. Им усилия от пояса сжатия регулируются. И также здесь специальные поставки стоят, чтобы регулировать уже угол развала или кастера. Ну и совершенно обычные машины также принимали участие в гонках. Так как этот автомобиль больше предназначен для городской езды, и, конечно, показать такое время, как большие профессионалы на красивых и подготовленных спортивных автомобилях не получится, но, несмотря на это, участие, борьба – это всегда интересно и замечательно. Профессиональные пилоты отметили, что в этих соревнованиях автомобили в основном не столько мощные, а скорее быстро проходящие повороты. И машины они подготавливают именно под эти характеристики. И напоследок хотелось бы добавить главный лозунг состязаний. Нет гонкам на дорогах общего пользования, да гонкам на спортивной трассе. Так что кто еще не принял участие в любительских гонках, может подумать над этим до наступления следующего сезона. Ограничений практически нет. В Москве прошла выставка «Нефтегаз-2017». Рязанская компания «Резура» традиционно приняла участие в этом масштабном, зрелищном и информативном мероприятии. Международная выставка «Нефтегаз-2017» проходила в экспоцентре Москвы с 17 по 20 апреля. В этом году на площади 50 тысяч квадратных метров свои новейшие технологии, разработки и сервисы демонстрировали 526 ведущих предприятий отрасли из 25 стран. Рязанская компания «Резур» традиционно принимала участие в самом масштабном мероприятии «Нефтегазовые отрасли». Ежегодно наша компания принимает участие в выставке «Нефтегаз» и ежегодно мы стараемся привезти какие-то новинки, какое-то новое оборудование. В этом году наша новинка является новой линейкой взаозащитных соединительных клеммных коробок «Резур-КС». Компания занимается комплексными поставками контрольно-измерительного оборудования, а также имеет собственное производство. Все ключевые заказчики с удовольствием посещают наши стенды, интересуются в основном новинками нашего производства, сигнализаторами уровня, индикаторами уровня. Сотрудничаем с компанией «Резур» уже много лет. Что касается качества, что касается цен, это на самом деле конкурентоспособная компания. Компания занимает устойчивую позицию на рынке, постоянно расширяет ассортимент и регулярно участвует в международных и региональных выставках. В основном такие мероприятия нужны для общения с конечными заказчиками, для выявления их проблем, для решения этих проблем силами нашего предприятия. Естественно, мы ожидаем, что данная выставка даст серьезный толчок к развитию нашей компании поможет нам привлечь новых клиентов и лучше понять их потребности. На этом все. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Прощаемся с вами. До завтра и хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Редактор субтитров А.Семкин